Данное видео не является собственностью автора и он нанесет ответственности за причиненный вред своими видео. Всем приятного просмотра! Йорген Лемон. Андреа Хэннике. Адам Буздукас. Кристофер Кризе. Кристофер Кризе. Живой? В фильме «Билет на катастрофу». Кристофер Кризе. Композитор Райнер Олеак Оператор Роджер Хинрикс Автор сценария Ханс Йорк Тум Продюсеры Вольфган Шульте и Александр Штилле Режиссер Уве Фриснер Отдай кортку Она мне нужна Пожалуйста Она мне очень нужна, понимаешь? Ладно Я дам тебе сто долларов Сто долларов, соглашайся Двести Двести долларов Деньги Нет, сначала куртку Деньги 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 Куда этот мальчишка опять собрался? Оставь его в покое. Как тебе эти пинеточки? Славно. Эй, здесь тебе не скамейка. Ты хоть понимаешь, на чем сидишь? Извините. Конечно, это очень хрупкая вещь. Извините. Просто не понимаю, о чем ты думаешь. Он что-нибудь испортил? Нет, ничего. В негров культуру приходится вколачивать силы, иначе они ничего не понимают. А вы пристрелите его? Что? Пассажиры, вылетающие рейсом немецких авиалиний, номер 7242 на Франкурт, пожалуйста, подойдите к стойке регистрации. К сожалению, на этот рейс было продано слишком много билетов, и мест больше нет. Мы постараемся найти другой рейс для оставшихся пассажиров, как можно скорее. У них, наверное, барахлит компьютер. Все равно в Германии плохая погода. Скажу, за кофе. Скажи ей, что нарочно опоздал на самолет. Ей понравится. Вашему Боингу необходим техосмотр. Но сегодня мы не сможем это сделать. Следующий вылет только через неделю. До понедельника. Пока. До понедельника. Здравствуй, Крис. У тебя найдется время на кофе? У меня выходные. Я думал, у тебя никогда не бывает выходных. Ага. Немецкие авиалинии продали слишком много билетов на Франкурт. У нас появился шанс заключить с ними сделку. Из персонала уже почти никого не осталось. Задержите тех, кто еще не ушел. Мы сделаем немецкий поверь, и не предложение, от которого они не смогут отказаться. Наш пункт не прошел тихосмотр. Почему? Его начнут завтра. Придется рискнуть, иначе мы обанкротимся, и тогда придется его продавать. Мне нужна ваша помощь. У меня есть самолет на Каир, чартерный рейс. Там я должен встретиться с представителями немецких авиалиний. Второй пилот ушел несколько часов назад и уже успел напиться. А если я найду вам второго пилота? Будешь в Германии, приходи в гости. Приду. Тогда у нас будет время не только для кофе. Я покажу тебе свою школу дельта-планеризма. Субтитры создавал DimaTorzok Где найти пилота с чартерного рейса? Что ты здесь делаешь? Хотел повидаться с тобой. Ты что, прилетел? Приплыл. В смысле, приплыл на корабле. О, Крис. Крис. Фройлен Нойдорф, извините за беспокойство, но у меня для вас хорошие новости. Познакомьтесь, это мой друг Крис Бреннер, господин Вандерберг, мой начальник. Очень приятно. Я обещал, что рано или поздно вы будете летать на моей большой птичке. А я всегда держу свое слово. Да? Вылет через полчаса. Рейс до Каир, так что в Кейптаун вы вернетесь через три дня. А как же твой день рождения? У вас день рождения? Да, послезавтра. Вы можете полететь с вашей девушкой. Я сделаю вам бесплатный билет. Он боится летать. Давайте сделаем так. Я выпишу и оставлю билет на ваше имя. А вы пока подумайте. Ну, что расскажете? Внимание! Все пассажиры, имеющие билет на рейс немецких авиалиний номер 7242 на Франкфурт, пройдите к 19-му выходу. Вам предоставлены места на другом рейсе. Посадка начнется через несколько минут. Здравствуйте, я Куни Ноидов. Здравствуйте. Значит, летим вместе. Это вас Вандерберг прислал в качестве второго пилота? Да. Вы что, издеваетесь? Сколько вам лет? 29. Через два дня. Можно сесть или лучше постоять? Вы давно летаете? Я училась на Буэнке и на аэробусе. На всех тренажерах. Я приехала в Африку полгода назад. Зачем? Потому что в Германии максимум, на что я могу рассчитывать, это самолет типа Лир. Ничего более крупного. По крайней мере, лета 50. А здесь вы на чем летаете? Пока что в основном на небольших самолетах. По маршруту Кейптаун-Йоханнесбург. Сколько у вас летных часов на Боинге? Настоящих летных часов? Ни одного. Вы что, шутите? Многие забывают, что тоже когда-то были новичками. Что вы имеете в виду? Просто в карьере каждого человека бывает момент, когда кто-то готов дать ему шанс. Когда вы в последний раз тренировались? В августе. Взлет, посадка, раскерметизация, поломка двигателей. Вся программа. Я знаю, этот самолет как свои пять пальцев. Хорошо. Садитесь. У нас много работы. Значит, это та самая девочка? Да, она понимает несколько слов, но говорит в основном на родном языке. Во Франкфурте ее встретят. Вот ее вещь, ее родители погибли во время войны. Значит, полетишь с нами, да? До свидания, Линди. Пока. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, добро пожаловать. Посадка закончена. Доброе утро, добро пожаловать. Билли, сядь сейчас же. Успокойся. Этот идиот начинает действовать мне на нервы. Расслабься. Здравствуйте, добро пожаловать. Я могу вам помочь? Нет, спасибо. Посадка окончена. Расслабься. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Сделайте глубокий вдох. Вдохните поглубже. Это поможет. Нервничайте. Включить второй двигатель. Включить второй двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 49-38 просят разрешения на взлет. Даю разрешение на взлет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приготовиться к взлету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В-2. Запускаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделайте глубокий вдох. Почувствуйте каждую клеточку своего тела. Я сам через все это прошел. Кстати, меня зовут Шлифен. Рудегер Шлифен. Я даже семинар посещал на эту тему в Гейдельберге. Вы себе не представляете, сколько людей страдают от страха полетов. Все дело в том, чтобы сосредоточиться и избавиться от напряжения. Я сосредоточился на том, что быстрая и безболезненная смерть лучше, чем медленная. Пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько раз я это уже видел, на меня этот вид всегда завораживает. Сейчас получше стало. Да. Взлет и посадка всегда хуже всего. Вы летите по делу или просто так? Моя девушка, второй пилот этого самолета. Ничего себе. Вы летать боитесь? Чем вы занимаетесь? Коммуникациями. О, это плохо сочетается с пилотами. Я сам оптика, а моя бывшая жена была дизайнером. Мы не подходили друг к другу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нравится? Я не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно. Он сказал, что любит летать. Весь, своего папу. Проложите новый курс. Новый маршрут. Зачем? Потому что мы срежем вот здесь. Полетим через Судан? Он все еще считается военной зоной. Да, да, настоящий дикий запад. Зато сэкономим горючее. А воздушный контроль? Его там практически нет. Они нас даже не заметят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успокойтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Что случилось? Не с места. Как ты снял наручники? Мне помогли. Мы свяжем его проволокой. Курт, будь осторожный. Здесь ее полно. Он убил старика. Не с места. Курт! Стоять, не с места. Я убью тебя. Он опасен. Линди, не подходи. Господи. Прекратите. Остановите их, они его убьют. Хватит, наденьте наручники. Скотина, я убью тебя. Линди, быстрее. Надо связать его. Скорее. Это ужасно. Ему там будет слишком жарко. Его все боятся. Им и так плохо приходится. Если он будет в сарае, мы хотя бы сможем спать спокойно. Он же там погибнет. Мы все здесь, наверное, погибнем. Пошел. И так гаранее. Только пошел. Ты... Пошел. 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 Соскучился? Я видел такое в кино. Сработает? Может быть. Только я правша, и помочь не смогу. Спокойно. Почему ты мне помогаешь? Я думаю, ты не убивал его. К тому же, мне нужна твоя помощь. Точнее, малышке нужна твоя помощь. Ты же пробовал уже один раз. Ты видел? В самолете еще осталось топливо, как по-твоему. Грузовик на нем поедет? Эта махина поедет, если просто пописать в бензобак. Я проверил батареи самолета, они целы. Что ты предлагаешь? Проведи меня через минное поле. Туда нельзя. Там мины. Он погибнет. Ради бога, прекрати ныть. Ты думаешь, что тут одна страдаешь? Проявили бы сочувствие. Вы же видите, она беременна. Это не значит, что ей можно причитать. У девочки причит плакать гораздо больше, но она молчит. С ума сошли, она беременна. Вы понятия не имеете, что она чувствует. Только идиот мог взять с собой в такое путешествие беременную жилу. Не твое собачье дело. Не надо. Если мы начнем ссориться, это дело не поможет. Скажите-ка, при чем здесь вы? Потому что я... Командир, не смешите меня. Я отвечаю за то, чтобы мы все выбрались отсюда живыми. Надо сохранять спокойствие. Джанет, ты тоже возьми себя в руки. Это твоя работа. Получилось. Мы нашли воду. По крайней мере, для раненых хватит. Каждый получит поглотку. Беременная пассажирка первая. Постараюсь найти что-нибудь подходящее. Я уверен, что к вечеру будет еще вода. Она сказала глоток! Отпусти. Пожалуйста, успокойтесь. Успокойтесь. Черт, а с два. Откуда у вас вода, черт возьми? Я взял немного воды из наших запасов. Вы с ума сошли? Мы все умираем от жажды, а вы тратите воду на бритье. Это моя доля, ни больше, ни меньше. Я делаю с ней, что хочу, и это никого не касается. Как ты стал убийцей? Я был наемником. Работа такая. Серьезно? Ладно, все дело в одной черной девушке. Она была красавицей. Для повстанцев они ничто. Однажды ночью эти сволочи ворвались в деревню. Отрезали ей груди. И изнасиловали. Я нашел ее. И она прожила еще час. Мы были женаты всего две недели. Я смог найти только двоих. Эта дорога тоже заминирована. Где же он? АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Каким образом? Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! По-твоему, он справится? Как по-вашему, шанс есть? Добро пожаловать в Казахстан! 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 Девушки отдыхают Именно этого я и боялась Там командир Принесите воды Крюгер Вы меня слышите? Вам больно? Мои ноги Все еще При мне Да Их зажало Долго я был Без сознания Два дня Что за мрачные лица? Надо приободриться Вы же выжили Вы остались живы Да Редактор субтитров А.Семкин Девушки отдыхают Вот что произошло. Хвостовая часть взорвалась. Половина пассажиров погибла. Я все время думаю. Наверняка я могла что-то сделать. Нет, не надо так думать. Вы не виноваты. Возможно, вы были правы. Мы упали слишком быстро. Но рассуждать уже поздно. Главное, что половина пассажиров осталась жива. А это очень много. Вы можете этим гордиться. и смените Что это? Что там у тебя? Это бывает. Когда человек уреется, он может порезаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он это заслужил. Из-за него погибла моя жена и многие пассажиры самолета. Око за око, зуб за зуб. Мерзалец! Дайте бинты. Скорее. Пахнет жареной курицей. Да не волнуйтесь вы. Завтра я буду на ногах, смогу полететь. Господи, как я мог быть таким неосторожным? Я хотела сказать тебе, что мне очень жаль. Не знаю, стоит ли тебе рассказывать. У меня с Буди ничего не было. Я не могла. Я не могла забыть тебя. Я не могла забыть тебя. Я полечу. Что? У меня получится? Так, что я должен делать? Держись за дельтаплан и пытайся поймать ветер. А как мне подниматься и снижаться? Не важно, это дело техники. Я тебе покажу. Что значит не важно? Тогда что же важно? Завтра тебе предстоит лететь. Что ты чувствуешь? Мне жутко страшно. Отлично. Почему отлично? Используй свой страх. Пусть он станет твоим помощником. Больше там никого нет. Только ты и твой страх. Он у тебя внутри. Он часть тебя. Подружись с ним. Твой страх спасет тебя. Он же твой парень. Останови его. Это же безумие. Не знаю. Раньше я никогда в него не верила. По-моему, пора поверить в него. Привет. Это тебе. Жаль, что я не кукольник. Да. Тебе тоже удачи. hör Samuel. Слова-га. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, хотел отдать тебе вчера, но струсил Я бы разозлился на себя, если бы не отдал тебе сегодня В другой раз я выберу более романтичное место Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все в порядке? Да Что это было? Не знаю Как желудок? Пока на месте Хорошо А теперь дыши, как я тебя учил Хорошо Приготовились Хорошо Через пять шагов начинай толкать дельтаплан вперед Так Пошел Хорошо Давай, давай Толкай Молодец Давай Давай, давай Стой О, нет Ты не ранен? Все в порядке? Да Да Глупо, да? Ты очень смелый Ты же мог шею сломать Я про кольцо Это самое красивое кольцо в мире Ты хочешь попробовать еще раз? Ты сможешь, Крис Я понял, где мы ошиблись Надо дольше ехать на первой скорости Давайте Ладно Начинаем Ты в порядке? Да Давай Спокойно Вот так Молодец Быстрее 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 Да, хорошо, молодец Теперь ты контролируешь эту птичку Ну как? Страх при тебе? Конечно Хорошо Ну как? Как ощущения? Ощущения отвратительные Мне холодно Прислушайся к себе Пойми, где твой страх И хватай его Черт Он у меня в животе Хорошо Это то, что тебе нужно Черт Почти получилось Откройся ему Отдай себя на волю ветра Что будешь делать, если вернешься домой? Я должен был учиться в интернате Но сейчас я больше нужен отцу А я увезу жена туда, где мне никогда в жизни не придется видеть самолеты И Hide И Если КОНЕЦ 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 КУРТ 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 Я знал, что он справится. 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 Он справится. Он справится. Он справится. Он справится. Он справится. Я знал, что он справится. Он справится. Он справится. Он справится. Авиаката. Катастрофа. Катастрофа используется. Я знал, что он справится. Он справится. Я знал, что он справится. Так, что он справится. Я знал, что он справится. Он справится. Я выticял, что становится справится. Я bizarre. Я dormir, что он справится. Продолжение следует...